Теперь дорога в школу для учеников 6-й гимназии стала более приятной. На входе во двор новая брусчатка, а на входе в школу свежая плитка. Денег на эти работы никогда не хватало, рассказывает директор учебного заведения. Помогли депутаты городского собрания Сочи Александр Каравайный, Роман Кирюшин и Валерий Черняковский. Деньги выделили из депутатского фонда. Очень приятно помогать и работать именно с теми школами, а у нас в принципе все школы такие, потому что мы знаем, что те выделенные деньги, которые идут на ремонт, это деньги целевые. То, что выполняется все в полном объеме, качественно. Холл на первом этаже тоже обновили, постелили плитку. Народные избранники отмечают, наказы избирателей, которые касаются помощи в решении социально значимых вопросов, в приоритете. Это в том числе ремонт школ и детских садов. В 11-м избирательном округе не остается без внимания ни одно образовательное учреждение. Конечно, в приоритете дети. Также мы никогда не обделяем лица пожилого возраста. Слава Богу, еще живы у нас участники войны, блокадники и так далее. Всем, чем можем, мы всегда готовы помогать и будем помогать. С помощью депутатов отремонтировали и два кабинета. Один из них – это ресурсный центр для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети с особенностями развития, которым просто необходима смена деятельности, могут отдохнуть и с пользой провести время. Депутатская помощь, она очень существенная, потому что это достаточно серьезные суммы, которые помогают сделать большой объем мероприятий по школе. В планах у нас ремонт рекреаций, ремонт лестничных пролетов с заменой поручней полностью. Это большой объем. И если депутаты помогут, то, конечно, мы полностью закончим перекладывать брусчатку на территории гимназии при входе. В шестой гимназии депутаты городского собрания Сочи помогают уже восьмой год. И эта дружба продолжится. Депутаты из школы ушли не с пустыми руками. В подарок от гимназистов – картина, сделанная своими руками.